Уважаемые дамы и господа, главный гард турнира продолжает 10-ти раундовый поединок в тяжелом весе до 90,7 кг. Встречайте в синий угол ринга бойца из Аргентины, город Сан-Луис, Маркос Антонио Алмада. А сейчас, друзья, у нас большие, здоровые, бьющие ребята. Первый тяжелый вес. Маркос Антонио Алмада из Аргентины уже в ринге. 21 бой выигран. Причем 16 нокаутов, 8 поражений лишь 3 досрочных. 33 года этому мужчине. Карьеру профи начал в сентябре 2011 года. Встречайте в красный угол ринга бойца из России, представляющего город Екатеринбург, Евгений Тищенко. Ну а сейчас Евгений Тищенко. 6 побед, 4 победы нокаутом, 0 поражений, 0 ничьих. 28 лет этому спортсмену. Как вы все знаете, выиграл в 16-м году Олимпиаду Евгений Тищенко. Немножко побоксировал еще в любителях в годика-два и в 18-м году перешел в профи. Друзья, изначально соперником Евгений Тищенко должен был быть очень серьезный французский спортсмен Олимпиаду Рен. Тот самый, который попортил крови Юрию Кашинскому, но получил он травму, к сожалению. И экстренно сработали матчмейкеры. И на коротком уведомлении аргентинский нокаутер взял этот поединок. Ну что ж, бойцы, боксеры уже в ринге и сейчас Дмитрий Раков их представит. Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. В синем углу боец из Аргентины, город Сан-Луис. Ему 33 года. Рост 194 сантиметра. Вес 89 килограммов 500 граммов. Профессиональный рекорд. 29 боев. 21 победа. 16 из них одержаны нокаутом. 8 поражений. Экс-чемпион WBC Латино. Маркос Антонио Алмада. И его соперник в красном углу. Боец из России представляет город Екатеринбург. Ему 28 лет. Рост 196 сантиметров. Вес 90 килограммов 600 граммов. Профессиональный рекорд. 6 боев. Во всех одержаны победы. 4 из них нокаутом. Чемпион Олимпийских игр Рио-де-Жанейро. 7 номер рейтинга WBO. 13 номер рейтинга IBF. Чемпион WBO Интерконтиненталь. Евгений Тишенко. Рефери Роман Петров. 5 лет старший аргентинский боксер. Но гораздо титулованнее, по крайней мере, по любителям Евгении Тищенко и выше ростом гораздо. Преимущество в росте есть у Евгения. Стойкие левши начинают оба этот поединок, оба боксерам. Стоит отметить, что Маркос Антонио Аумадо сейчас попал слева. И вторая встреча с российским боксером для Маркоса в карьере. Бился он с Алексеем Папиным. К сожалению, для себя Маркос ему проиграл. Причем досрочно. Нокаутом в третьем раунде. Ох, какой амплитудный оверхенд пробивает аргентинец. Аумадо, кстати говоря, агрессивно работает. Смотрите, Маркос Антонио начал агрессивно очень. Не стал тушеваться. Первый, а нет, не первый, кстати, второй. И даже, по-моему, третий аргентинец в карьере. Нет, второй аргентинец для Евгения Тищенко в оппозиции профессиональной. Первым был Хосе Григорио Ульрих, которого победил по очкам. Евгений, кстати, Ульрих бился с Аумадой на родине. Хорошо работает аргентинец. Саживает прям. Мне кажется, так подудивился Тищенко немножко. Ну и в своих 21-й победы 16-й досрочно. Причем бил не абы кого, а вполне себе приличных ребят по аргентинским меркам. Отвечает Тищенко. Хорошо снова слева попадает Аумадо. Опа, какой оверхенд. Простите, свинг от аргентинца. А мне нравится этот аргентинец. Молодец, молодец. Дает бой. Дает бой местному проспекту. Оно и хорошо. Хорошее попадание от Евгения. Реваншист аргентинец. Труджи, да, идет вперед аргентинский боксер. И по корпусу бы еще переводить аргентинцу. Начал вкладываться здесь Евгений. Но в блок пришлись удары у Тищенко. Показывает еще неплохой джеб. У нас левша, кстати. Аргентинец левша. Правосторонние стойки работает. Через переднюю руку начинает боксировать Евгений. О, хорошо от аргентинца трехударной серии. Все точно в цель. Все точно в цель. Молодец, молодец Аумадо. Отвечает Евгений. Здесь по локтям попадает Тищенко. Здесь Аумадо успел убрать голову. Отличный апперкот от Евгения. Но тоже мне показалось больше в защиту. Но вот сейчас неплохой джеб. Перестрелка джебами пошла. Так, кто-то в концовке попытается взорваться. Кстати, прозвище у Аумадо Эль Флако, что в переводе с испанского можно перевести как взрывной. Хороший первый раунд, на мой взгляд, для аргентинца. Молодец. Ну а Тищенко нужно прибавлять однозначно. Слушаем углы. Женю, хорошо. Старайся удары не принимать на себя. А Эльец ушел или оттянулся, прокучил, чтобы он промахнулся. Все хорошо. Полностью контролируешь. Старайся ногами. Чуть легче, чуть легче. Наверное. Идет к тебе, убегаешь. Я же не стану. Все хорошо, Женю. Дай ему промахнуться. Слева. Еще. Второй раунд из десяти запланированных. Первый тяжелый вес весовой категории до 90 килограммов. Просим Евгения в углу не принимать много ударов на себя, даже на защиту. И давайте аргентинцу промахиваться. Посмотрим, как это получится у Евгения. Пока все джебы. А вот здесь попал, кстати, в авот блока справа на опережение. Причем навстречу Евгений. И отвечает хорошим свингом слева. Причем достиг этот свинг цели. Друзья, Алмадо нокаутер, например. У него 16 побед нокаутами из 21. И относительно прочный парень. Из восьми поражений только три досрочные. Одно из них от Алексея Папина. Ну, Алексей Папин ударить может. Пошел вперед Тищенко. Все в защиту пока что. И отвечает, отвечает, кстати, реваншист Алмадо. Попадает снова аргентинец. А здесь прошел джеб Мулькене. Причем, опа, айтан, концентрировались на ударах. Третий удар, комбинация Алмадо. Тяжелые, тяжелые удары у аргентинца. И еще один удар. Там была потеря равновесия небольшая. Вот, кстати, раз за разом, смотри, у аргентинца, когда он бросает этот левый свинг слева, он очень часто достигает цели. Длинные руки, кстати, у аргентинца. Заметь, коллега. Длиннорукий парень. Рушевич. Да. Здесь пока все в защиту. Повторной атаке нужны Тищенко. И отвечает Алмадо. Молодец, какой аргентинец. Да, Ульрих смотрелся бледнее из Тищенко. Если сравнивать Алмадо с Ульрихом. Пока, да, не очень комфортно. Евгений не может он подобрать ключ вот к этому оверхенду, который раз за разом выбрасывает аргентинец. Алмадо спокойно подходит. Обменялись апперкотами, но тут же хлестнул в догонку левый боковой аргентинец. Хороший бой, конкурентный. Наконец-то. Наконец-то у Тищенко появился нормальный конкурентный соперник. Потому что все эти ганцы, это, честно говоря, так. Так, оттянулся даже здесь на канаты немножко аргентинский боксер. Через переднюю руку пытается работать Евгений. Хорошо слева аргентинец хлещет. Евгений, где противоядие от этого оверхенда слева? Попадает во вот блок, а сейчас Тищенко. По защите. Вот повторная атака нужна. Сбил, сбил блок. И еще бы двоечку туда Тищенко. Хороший раунд, хороший раунд, конкурентный раунд. Пока мне что бой очень нравится. Что будет дальше? Жаль, не знаю из банка, но я бы вам все перевел, друзья. Третий раунд. Ну что ж, ведущие два были достаточно такими конкурентными. И пока не может подобрать ключи здесь Евгений Тищенко. Совершенно согласен с тобой коллега. Заблок спрятался здесь аргентинец. И сам отрабатывает. И опять удар слева. Так, пропустил аргентинец. Причем слишком размашеско он полетел и наткнулся на удар. Вот оно и противоядие от Тищенко. Буквально только сейчас мы говорили в перерыве, что же, как же сейчас надо действовать Евгению. И вот быстрое и точное попадание навстречу. И аргентинец в нокдауне. Насколько сильно этот нокдаун изменит ход поединка. Пойдет ли Тищенко добивать? Но смотрите, как хлестко работает. Аргентинец-то по-прежнему опасен. Несмотря на пропущенный нокдаун. Он все еще бросает. Опасно. Да, выпадает аргентинец. Полпроблема у Тищенко. Хороший бой задает аргентинец Евгению. Хороший бой. И, по-моему, пришел в себя, кстати, Маркос Антонио Умада. Заработает снова оверхендом здесь Аргентинец. И снова по корпусу пропускает. А нет, какая-то хитрость это была. В печень, в печень попадает слева Тищенко. Но аргентинец буквально был готов сесть на колено. Но как-то собрался. Передумал. Отличный апперкот от Евгения. Ну, а в четвертом, в третьем раунде Тищенко мне уже нравится. И снова. Нет, это, видимо, такая... Нет. Прошел пищевку. Аргентинцу Евгения. Второй нокдаун за раунд. Поднимется ли Аргентинец? Встает, но очень тяжело. И отказывает, да. Рей перепринимает решение остановить поединок. Ну, что ж. Разозлился Тищенко. Нахванивал я аргентинцу. Но нашел Евгений противоядие. Причем достаточно так уверенно. И на каратлет пробил печень сопернику. И хотелось бы посмотреть повторы. Ну, что ж. Евгения с победой. Но первые, конечно, два раунда ему было трудновато, на мой взгляд. Ждем официального объявления победителя. Да, но тем не менее. Робби не чуть-чуть. Роман Петров остановил поединок на первой минуте 41 секунде третьего раунда. Победу нокаутом одержал Евгений Тищенко. Роман Петроваа! Спасибо! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ